Мы подходим к заключительной части нашей сегодняшней сессии. Доклад будет посвящен количественной оценке степени функциональных нарушений при осуществлении экспертно-реабилитационной диагностики при раке гортани. Самвил Бугданович Шакфусарен, Москва. Спасибо. Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги. Тема сегодняшнего выступления посвящена одной из сложнейших проблем современной онкологии. И это для патологии гортани и гортоноглотки. Я сегодня прослушал много очень интересных докладов, но хотелось бы остановиться на одном очень важном таком моменте, из которого сегодня реабилитация, на мой взгляд, не представляется возможной. Это онкологический и иммунологический прогноз. Здесь один из выступающих сегодня очень четко заметил, что сегодня реабилитация онкологического больного начинается у постели до начала специального лечения. Если в 70-х годах прошлого века, когда речь заходила о вызываемости, то придерживались двух критериев. Это безрецидивное течение, наличие или отсутствие метастаза. Если принимать во внимание больного с местно распространенным поражением гортани, когда после операции калечащей, агрессивной, когда уходила гортаноглотка, шейный отдел пищевода, операция на лимфатическом аппарате шеи, больного практически из реанимации поднимали в палату. Я не говорю, какая там группа инвалидности была, это человек, который был приколен к кровати на годы. Оставилась только предпозвоночная фасция и две обширные стомы. Это изофага стома, пазогастральный зонд и трахеатомическая трубка. Вот такого больного считали больной, который на данный момент не имел местного рецидива и считался по выживаемости нормальным. Конечно, это было неправильно, и больные не соглашались на эти операции. Ира микрососудистой хирургии в 70-х годах прошлого века, когда Лобрань впервые применил микрососудистый атеростомоз, в корне поменяла отношение к реабилитации онкологических больных. Идеология изменилась. На первый план стали выходить это качество жизни. Вот сегодня с позиции освидетельствования онкологического больного я попытаюсь именно остановиться на этом моменте. И еще один такой фрагмент, как донтология. Сегодня очень хотелось бы об этом услышать, но вот как-то не прозвучало. Я хочу, в результате за неимение времени не могу остановиться, но вот хотел бы такую историческую справку дать. Великий Биллерот в своем время ему счастье беседовал с нашим Великим Пироговым, у которого был рак слизистой оболочки щеки. Наши отечественные врачи поставили диагноз, отказались от операции, и он сказал, я пойду к моему коллеге. Приехав, осматривая его Биллерот, тут же вынес свой вердикт. Он ему сказал, уважаемый учитель подарил ему свою монографию с надписью, и сказал, у вас нет злокачественного заболевания. Пирогов вернулся, после этого какое-то иное количество времени пожил, и всем своим друзьям сказал, у меня ничего нет. Великий мастер сказал, что я здоров. Коллеги, есть такое понятие, как святая ложь. Насколько это правильно, я не знаю, но... И вот те сегодня парадигмы, о которых мы знаем, и которые сегодня внесены в реестр, и больной должен знать свой диагноз, то, когда к тебе приходит пациент, наверное, 10 раз задумайся, сказать ему сразу этот диагноз или нет. Особенно это касается больных с диагнозом рака гортани. Уходят 3-4 анатомических функции. Это голосовая функция, это дыхательная функция, это защитная функция. И вот каждую из этих функций нужно восстанавливать. Но если сегодня не придерживаться тех предиктов, которые сегодня изложены во всех практически сегодня журналах, начиная от иммунологии, кончая молекулярной биологией, это клинический, это молекулярно-биологический, это гистологический. И вот самый важный такой момент, когда вот... Говорим опять о реабилитации. Всегда задумывайся, почему пациент со второй стадии, есть ли их 10 человек и гендерные. Особенности у всех одинаковые. Примерно все показатели одинаковые. 8 человек живут, а двое умирают. В чем разница, что произошло? И вот с этого момента-то и начинается реабилитация. Когда мы подходим уже в том понимании, когда говорим о мультидисциплинарном подходе, о многофакторном анализе, что один показатель, допустим, по тому же самому Бродерсу, когда говорим о дифференцированном диагнозе, есть еще второе, это степень злокачественного дипоякапсона, который полностью может опровергать первое. И все остальные показатели, которые... Это и индекс пролиферации КИ-67, это онкоген, это П-53 и так далее, и так далее. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Вот эти основные положения меня подводят к тому, что я как эксперт антолог сегодня могу говорить, насколько правильно и насколько своевременно те изменения, которые сегодня внесены в количественную характеристику освидетельствования больных с этим диагнозом. И еще я тут же хотел бы добавить, коллеги-эксперты, когда освидетельствуют больного, ведь когда приходит реабилитация, это только после того, когда вынесена группа инвалидности. И после этого, насколько компетентны люди, вот тогда становится это индивидуальный правильный реабилитации, а не до этого. И вот исходя из этого уже, в дальнейшем все это уже идет по той системе, как она есть. И еще один момент есть, это немаловажный, коллеги, тот же самый эксперт, он является диагностом, есть контрлатеральный орган, удалена почка, удалена легкая, есть вторая молочная железа. И вот эти все факторы, предикторы, о которых я говорил сегодня, с позиции именно сегодняшнего дня, они присутствуют. И только такой погодный, представляется, может сегодня объективно подвести к тому решению, которое сегодня выносится для его дальнейшей жизни. Следующий слайд, пожалуйста, Лидия. Через всю историю развития методов терапии рака гортани, красной нитью тянутся два трудно совместимых между собой положения, это необходимость радикальной операции и возможно сохранение этого органа. Слово Зима, на которые были высказаны 70 лет назад и сегодня они потеряли свои актуальности, возможно поэтому сегодня вот такие интересные доклады сегодня и прозвучали. Коллеги, вот три отдела. Складочный отдел, наиболее благоприятный. Подскладочный отдел и надскладочный отдел, мы вот сейчас один за одним просто не прошел. Важность, особенно того, когда мы говорим о прогнозе, вообще известно, что наиболее тяжелый и наиболее тяжелый протекает это надскладочный отдел. Потом идет подскладочный и наиболее благоприятный это складочный отдел. Я не буду останавливаться на принципах лечения, очень я коротко об этом сказал. Комбинированный метод, включающий предоперационное облучение показан при опухолях, воспространяющих за пределами гортани при наличии метастазов в лимфоузлы распространения процесса на основании надгортанника. Это методы лечения. Но я хотел бы коснуться в детских словах органов сохраненных операций. Любой больной, простите за микробекта, сборница, до врача лесболом не сохранил орган, потому что действительно, когда согласовалась функция сохраняется, для больного это очень большой такой момент по жизни. Но, бываю часто, на экспертизу поступают пациенты, после органосохранных операций, есть в патологии такой диагноз, как хронический стеноз. Коллеги, вот он поступает с явлениями хронического стеноза в состоянии субкомпенсации. И вот одно неосторожное физическое движение, и эта стадия субкомпенсации может прийти в стадию декомпенсации с соответствующими отсюда явлениями. Я что подчеркиваю, вот та невидимая нить, которая сегодня существует между онкологами, клиницистами и экспертами, она должна быть как канат. Максимальная информация должна поступать. Только в том случае правильно будет вынесен вердикт. Я еще хочу отметить, что действительно, ведь реабилитологи – это те же самые хирурги, которые занимаются методами реконструктивно-восстановительных операций, что касается медицинской реабилитации. Я уже не касаюсь других моментов, таких как социальная реабилитация, психологическая и так далее. Вот все эти моменты тоже четко эксперт при вынесении медико-социальной экспертизы оценивает. Качественные анализы сделают, указово сказал. Буквально несколько фраз проехаться по ним. Сегодня это оценивается в процентном отношении. На медико-социальную экспертизу больные раком гортани направляются после проведенного лечения. Поэтому в процессе экспертно-реабилитационной диагностики на ряду социальной клиника морфологической характеристики заболевания, социально-гигиенических и психологических данных больного учитываются эффективность проведенных методов лечения и реабилитации. Слышно? Спасибо. Ну вот, незначительное нарушение функции. Это только, когда просто группа не определяется. И вот я еще хочу один момент ответить, коллеги. Было, есть и остается всегда клинический диагноз прерогативой. Неважно, это при каких состояниях бывает. Если больной был облучен по радикальной программе в дозе 60 Грей, профессор Молчанова еще в середине прошлого века изучила патоморфоз. И показалось, что доза в 60 Грей практически вызывает некроз подкожно-жировой клетчатки. И должно минимум 4-5 лет пройти, чтобы артериолы и винулы восстановились к своему первоначальному состоянию. И если мы оперируем, то мы исходим не с того состояния, которое было после рецидива лучевой терапии, а до того. То есть клинический диагноз первый незыблем. И он всегда остается. И всегда при первичном освидетельствовании, когда выносится вердикт экспертами, мы всегда ориентируемся именно на клинический диагноз и все вытекающие отсюда последствия. Это локальные факторы прогноза, ТНМ и так далее. Примерно вот так. Это при первичном освидетельствии. При повторном все остается то же самое. Добавляется единственное, что если нет местного рецидива и нет возврата заболевания, прогрессирования основного заболевания, то это уже те функциональные нарушения, которые приводят к нарушениям жизнедеятельности и тот результат проведенного реабилитационного восстановительного лечения, которое было газо-намужность благоприятной, сомнительной или неблагоприятной. Я тоже незначительный пропускаю. Вот умеренные нарушения, то есть третья группа инвалидности. Стадия Т2, М0, М0 при поражении надгортаника с распространением на передние отделы вестибулярных складок. Операция типичная надскладочная горизонтальная резекция, осложненная хроническим рубцовым стенозом гортани, что требует постоянного конюляношения. Выявленные изменения приводят к уверенным нарушениям функции. Разделительной, общения и трудовой. Это 40%. Стадия Т3, М0, М0. После лучевой терапии с последующей ларингектомией исключается голосообразование к дыханию. Осуществляется через постоянную трахеостом. Выявленные изменения приводят к умеренным нарушениям функции общения и трудовой деятельности. 50%. И наконец, стадия Т4, М0, М0. После лучевой терапии с последующей типичной ларингектомией, приводящей к умеренным нарушениям функции пищепроводного тракта, разделительной функции общения и трудовой деятельности 60%. Коллеги, вот эта дельта от 40 и 60, это уже на усмотрение самого эксперта, на самого врача. Могут быть дополнительные какие-то изменения, которые скажутся вот именно на эти самые проценты. Выражены нарушения функции. Вторая клиническая группа. Стадия Т4, М2, М0. После лучевой терапии с последующей расширенной ларингектомией, операции Крайля. Исключаются голосообразование, акт дыхания осуществляется через трахиостому, нарушение пищепроводного тракта, повреждение шейного сплетения, нарушение церевральной гемодинамики в системе внутренней сонной артерии 70%. А также больные после лучевой терапии по радикальной программе, проведенной по поводу рагоноскладочного отдела гортани, с выраженными после лучевыми осложнениями хондроперихандрит. Выявлены рецидивы опухоли гортани или же наличие подвижных метастазов в региональных узлах без травостановых сосудистых нервных плечов 80%. И, наконец, первая группа, но здесь уже понятно, потому что на этом даже останавливаться не буду, прогрессирование основного заболевания, метастазово-голюрные органы 90%, обширный дефект глотки чайного отдела пищевода, который делают необходимым использование назогастрального зонда и постоянной посторонней помощи – это 100%. Это чтобы онкологическая остороженность всегда была. Спасибо большое. Самвел Бугданович, а можно вопрос? Вопрос. Да, конечно. Да. Как быстро врач онкологического отделения может направить пациента на свидетельствование к вам? Есть ли какие-нибудь документы, которые регламентируют, что раньше месяца, недели? Вот если ситуация понятна уже в первые сутки, мы получили пациента, мы можем уже готовить документы? Галина Евгеньевна, большое спасибо за вопрос. Нет, есть четкие критерии, которые регламентируют так называемые сроки временной нетрудоспособности, когда пациент… Вот я часто своим студентам говорю, вот когда они… Я говорю, вы понимаете, что такое реабилитация? Именно это вторая сторона медали, когда закрываются двери приемного покоя, и больной возвращается к себе домой. Трахеатомическая трубка. Ведь экскориация, она покроется, и скорая помощь не поменяет, потому что они не знают специфику, куда деваться. Вот этот районный онколог для него становится тем, что единственное, кто ему на данном моменте поможет. Вот из этого исходя, эти три-четыре недели или там какое-то количество месяцев, он проходит ту службу, и после этого выносится вердикт. Если временная нетрудоспособность не оказывает того должного момента, когда мы ничего считаем здоровым, тогда мы его переводим на свидетельство. И в соответствии этим будет решаться вопрос уже там. А я вот имею в виду ситуацию, когда мы понимаем, что эта временная нетрудоспособность будет просто потерей времени? Нет, 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 сразу такого нет. Сразу нет. Вот это один из таких проблемных вопросов, потому что палеотивный, например, пациент ночует только эти месяц, два месяца. Абсолютно я согласен, но сегодня это вот так. Ну понятно. Спасибо за вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!